Рассыпь мобильных новинок со всего мира в одном зале. Первые числа января для IT-индустрии это время, когда стартует выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе. Шоу, на котором формируются основные тенденции в развитии отрасли на весь наступивший год. А временами и на десятилетия. Именно на ЦЕС в разные годы впервые были представлены видеомагнитофон, видеокамера, компакт-диск, тетрис, телевидение высокой четкости и самые популярные игровые видеоприставки. Шоу в Лас-Вегасе сегодня это 150 тысяч квадратных метров выставочных площадей, 2700 стендов и 125 тысяч специалистов из 140 стран. Рядовых посетителей сюда не пускают. Мы снова строим настоящий город в городе. Мы возводим подобное в Лас-Вегасе каждый январь. Это международная выставка потребительской электроники, история которой насчитывает уже более 30 лет. Тема номер один в мобильной электронике на этот год – планшетные компьютеры, очередной маркетинговый феномен, созданный Стивом Джобсом. На самом деле свою историю планшетные компьютеры в практически современном виде ведут с конца 80-х годов прошлого века. Именно тогда появилось устройство под названием GridPad. 20 лет этот форм-фактор вполне успешно существовал и развивался. Однако ни о какой особой популярности речи даже не шло. Несмотря на поддержку таких IT-гигантов, как, например, Microsoft, которая представила специальную версию своей операционной системы для планшетных компьютеров, еще в 2001 году, подобные продукты при всем своем многообразии оставались сугубо нишевыми, не массовыми и, соответственно, недешевыми. И так продолжалось до тех пор, пока в прошлом году компания Apple не представила iPad. Первоначальный скепсис специалистов, поспешивших назвать этот планшет ошибкой купертинской компании, рухнул в тот момент, когда были опубликованы первые результаты продаж. И энтузиазм покупателей только нарастает. С весны прошлого года Apple смогла реализовать по всему миру более 7 миллионов своих планшетов, сформировав, по сути, совершенно новый рынок и в отсутствии какой бы то ни была адекватной конкуренции, практически полностью захватила его. Объем рынка планшетных компьютеров на этот год оценивается экспертами уже в 50 миллионов устройств. Если тебе нужно много печатать, планшет никогда не будет оптимальным выбором. Однако людям все больше и больше нравятся планшеты как форм-фактор. Войти на быстро растущий рынок планшетных решений – сегодня задача из разряда первоочередных для большинства IT-компаний. Как результат погони за лидером, на нынешнюю выставку в Лас-Вегасе свое устройство без клавиатуры и с сенсорным экраном привезли порядка 80 производителей бытовой электроники. Впрочем, рассматриваться как реальные конкуренты iPad от Apple могут очень немногие, и одна из причин тому лежит не в технической области. Некоторые эксперты считают, что заявленный потенциальный объем рынка планшетных компьютеров и вообще интерес потребителей к этому форм-фактору стоит разделить на две части, и пока не очень понятно, какое число покупателей задумалось о необходимости планшета, а какой аудитории нужен именно iPad. В такой ситуации все попытки второй половины минувшего года поколебать позиции Apple в созданном этой компанией сегменте практически ни к чему не привели. Быстро собранные и выведенные на рынок устройства стали скорее своего рода заявлениями о намерениях, ибо не представляли собой цельных комплексных решений и не могли похвастаться значительными конкурентными преимуществами перед тем же iPad. Первым проектом иного рода стал, наверное, BlackBerry Playbook от Research in Motion. Создатели этого продукта попытались сделать максимально мобильное продолжение бизнес-смартфона BlackBerry. Устройство с 7-дюймовым дисплеем – компактнее решение от Apple, но главное – упор на постоянное взаимодействие со смартфоном BlackBerry и поддержка ценимых бизнес-потребителями, систем шифрованной связи и защита конфиденциальной информации. Впрочем, в продажу Playbook пока не поступил, и об удачности выбранной Research in Motion стратегии пока можно только гадать. Еще один многообещающий планшет, впервые официально представленный на выставке в Лас-Вегасе – Motorola XUM. Это не просто очередное устройство на платформе Android. Это первый аппарат под управлением новой версии операционной системы Android – 3.0, разработанный специально для планшетов. Прототип именно этого устройства продемонстрировал месяц назад вице-президент компании Google Энди Рубин. Начало продаж намечено на первый квартал этого года, и на данный момент это наиболее реальная угроза монополии iPad. Google уже доказала, что созданная под ее руководством платформа Android способна более чем успешно противостоять iOS от Apple. На рынке коммуникаторов гуглофоны всего за год совершили рывок на второе место в рейтинге популярности, не дотянув только до позиций финской Nokia. В борьбе за сегмент планшетов у операционной системы Android будет, судя по спецификациям Motorola XUM, та же тактика – дать потребителю то, чего нет в продуктах от Apple. Общая открытость, сменные карты памяти, стандартный USB-разъем, поддержка технологий Adobe Flash, две камеры, включая фронтальную для видеозвонков и способность воспроизводить практически любые видео и аудио форматы. Залогом последнего – использование мощнейшей двухъядерной аппаратной платформы NVIDIA Tegra 2. Кстати, самостоятельное присутствие производителей процессоров на нынешней выставке в Лас-Вегасе – это еще одна тенденция. Производители процессоров все активнее участвуют в нашей выставке, поскольку все, что сегодня здесь выставляется, вся бытовая электроника уже работает под управлением операционных систем и строится на мощных вычислительных платформах. Наступивший год вполне может стать триумфальным для компании NVIDIA, которая до недавнего времени была больше известна как производитель графических ускорителей. Сегодня ее платформа Tegra, в которой на одном чипе интегрированы центральные и графические процессоры, стала основой для самых производительных планшетов и самых мощных коммуникаторов. Портфель заказов уже превышает 15 миллионов чипов, а сама NVIDIA всерьез нацелилась на рынок настольных компьютеров. Любопытно, что навстречу этому решению пошел крупнейший производитель операционных систем. Microsoft официально объявила в Лас-Вегасе о подготовке релиза полноценной Windows, которая будет работать как на традиционных процессорах от Intel и AMD, так и на ARM-процессорах, которые до сих пор считались исключительно мобильными решениями.